Мой доклад называется «Бизнес двигает наименее толерантный». Кто знает человека на экране? Кто-нибудь знает? Вот одну руку вижу, вторую. Это Насим Николас Талеб, очень известный в мире человек, автор так называемой теории черного лебедя. Про черных лебедей я сегодня буду рассказывать, как они прилетели в нашу компанию, по-моему, в 17.30. Если кому-то интересно, приходите, послушайте. А сейчас я расскажу вот о чем. Насим Талеб занимается исследованиями в области теории вероятности, философии неопределенности, и у него есть блог на ресурсе Medium, и он там пишет интересные статьи. И на новогодних каникулах я прочитал статью, которая называется «Побеждает наименее толерантный» или «Как работает диктатура меньшинства». В этой статье он приводит очень интересные исторические факты и анализирует их. о том, как в обществе появляется группа, небольшая группа, 3-4% активных людей, которые очень активно, бескомпромиссно заявляют о нежелании подчиняться предпочтениям большинства. И о том, как они заявляют об этом, в конечном итоге меняет само общество. Там он приводит много разных примеров, типа почему во всем мире большое распространение получает, например, кошерная или халяльная пища. В общем, если вы захотите, вы почитайте статью сами. Я, когда прочитал эту статью, я оглянулся на 2,5 года жизни нашей компании назад и понял, что это как раз-таки история про то, что произошло в нашей компании. Про то, что в нашей компании появилось вот то самое активное, нетолерантное меньшинство, которое смогло изменить нашу компанию. Для начала я расскажу несколько фактов, чтобы вы понимали. Мы никогда не были веб-студии, мы компания системный интегратор, но мы в 2013 году стали партнерами 1С Bittrex и сразу сфокусировались на направлении Bittrex24. И в 2014 году у нас случился свой собственный локальный внутренний кризис. Он никак не был связан с событиями в России или в мире, это никак не было связано с девальвацией рубля. Это были наши собственные накопленные за предыдущие годы ошибки. Ошибки в стратегии. Ну, в первую очередь, это мои личные ошибки были, да, как директора компании. Это были ошибки в стратегии, это были ошибки в построении культуры корпоративной, это были ошибки финансовые, тоже очень большие ошибки были, да. Мы были очень сильно закредитованы у нашего основного дистрибьютора, поставщика программного обеспечения, но это не один из Bittrex. Вот. И в итоге этот кризис вылился в то, что в 2014 году выручка компании упала практически в два раза. Причем это произошло не постепенно, а практически уже в январе месяце я ощутил, что в компании начало поступать значительно меньше денег по сравнению с 2013 годом. А до этого мы привыкли к тому, что мы растем постоянно. Вот. И я там пока занимался всякими разными делами в компании, да, там, в том числе всякие разные мероприятия проводил по Bittrex 24, я только к середине года осознал, что, собственно говоря, в компании нет денег, и расходы катастрофически превышают доходы. И, ну, естественно, я встал перед вопросом, а что нужно делать? То есть делать нужно не просто что-то, а нужно делать срочно что-то, да. Ну, и как бывает в сложных кризисных ситуациях, естественно, я вспомнил про то, что есть продукт Bittrex 24, это продукт высокомаржинальный, это растущий рынок на самом деле. И вот, собственно говоря, та стратегия, которую нужно начинать развивать. И я принял решение в середине года, что нужно, наконец, уже в компании создать отдел активных продаж, которого у нас, кстати, никогда не было исторически. Мы по-другому всю жизнь привлекали клиентов. Значит, надо создать отдел активных продаж. А как его создать в компании, которая испытывает кризис, у которой сейчас нет денег, и, собственно говоря, нет возможности привлечь опытных менеджеров по продажам, да. Но как-то нужно начать новое направление сделать. В итоге я нанял двух менеджеров по продажам без опыта работы. Ну, точнее, как. Это вообще просто были молодые люди без опыта работы. Я просто сказал им, что они будут продавать Bittrex 24. И себе я отводил роль в этой истории руководителя по продажам с самого начала. То есть я решил так, что вот они сейчас... Мы, естественно, тут же я внедрил CRM Bittrex 24, да. То есть, ну, продавать Bittrex 24 нужно с помощью самого же Bittrex 24. Загрузил там большое количество лидов, CRM, написал какой-то скрипт разговора первый, посадил двух молодых ребят и сказал, все, вот вперед, звоните. И решил, что я буду слушать телефонные звонки там по вечерам. Буду слушать телефонные звонки, выявлять ошибки, корректировать скрипт, говорить о том, что они должны изменить. Естественно, за первые две недели, точнее, даже не за первые две недели, я уже в первую неделю понял, что я ничего сам слушать не буду. У меня нет на это времени, условно говоря, потому что кучу проблем надо решать. И сил тоже нет по вечерам уже ни на что. И я заботился тем, что мне нужен кто-то, кто будет этим заниматься. Опять же, я четко понимал, что у меня нет возможности нанять руководителя отдела продаж опытного, потому что нет ресурсов в тот момент, не было просто возможности такой в компании. И я заботился тем, что мне нужен хоть кто-то, кто начнет слушать телефонные звонки. И мне удалось поймать такого черного лебедя в лице нового сотрудника. И через две недели этот человек начал слушать звонки. И уже к концу, это был август месяц 2014 года, и уже к концу августа этот человек мне сказал следующие слова. Товарищ директор, ну вот я слушаю звонки телефонные менеджеров по продажам. Я даже какие-то замечания им делаю, исправляю их ошибки в разговорах с клиентами и так далее. Но что толку-то от того, что я слушаю звонки? Этого недостаточно. Они должны вовремя написать отчет в CRM по проделанному звонку. Они должны назначить новый звонок для этого клиента. Они должны этому клиенту вовремя перезвонить. То есть они должны совершать все те действия, которые в конечном итоге приведут нас к желаемому результату. К той самой вожделенной продаже и к завершенной сделке. Согласитесь, когда вы слышите человека, который вам говорит такие слова, вы понимаете, что перед вами потенциальный мощный руководитель отдела продаж. Естественно, я сразу же предложил этому человеку взять на себя эту роль. Чудо случилось, он согласился и начал работать в этой роли. И уже через месяц мы получили первую выручку по BITREX24. По-моему, если мне память не изменяет, в объеме 400 тысяч рублей. А дальше история, мы переходим к Насиму Талебу. Дальше начинается история про нетолерантное меньшинство в нашей компании, которое случилось в лице вот этого нашего нового сотрудника, руководителя отдела продаж. Примерно через год, к середине 2015 года, мы провели определенные действия, маркетинговые, производственные, для того, чтобы увеличить количество лидов в нашей компании по BITREX24. Причем примерно через год количество лидов увеличилось не просто там, знаете, в 2-3 раза, оно увеличилось радикально, более чем в 10 раз. И начиная с этого момента запустилась история про нетолерантность нового сотрудника к трем вещам в нашей компании. Я выделил три основные вещи для себя. Первая – это нетолерантность по отношению к сложившейся корпоративной культуре. Вторая история – это нетолерантность по отношению к сложившимся бизнес-процессам, рабочим процессам. И третья история – это нетолерантность по отношению к ошибкам сотрудников. Любого уровня. Как к ошибкам меня как директора, так к собственным ошибкам, так и к сотрудникам любого уровня в компании. Все эти три вещи, они неразрывно связаны друг с другом. Невозможно отделить процессы от корпоративной культуры, невозможно культуру отделить от сотрудников. В силу того, что у нас компания, в ней исторически очень маленькая текучка кадров, у меня технический директор со мной работает, по-моему, уже 14 лет, основные руководители работали по 7-8 лет, средняя жизнь сотрудников компании составляет 5-6 лет. Понятно, что кто-то быстрее увольняется, но в общем 5-6 лет. Понимаете, когда сотрудники работают так долго в компании, это и хорошо, и плохо. Плохо в том смысле, что они растут вместе с компанией. И вот эта история с корпоративной культурой, с рабочими процессами, она протекает естественным образом. То есть складывается все так, как складывается. Никто не занимается специально реинжинирингом бизнес-процессов, никто не занимается серьезной проработкой корпоративной культуры. И в итоге, начиная с того момента, как количество заказов компании сильно увеличилось, включилась история с нетолерантностью моего руководителя продаж. В первую очередь, это была нетолерантность по отношению к тому, что у меня в голове, как у руководителя. Каждый день мы, общаясь с моим руководителем отдела продаж, я слышал от него слова о том, что наши сотрудники плохо относятся к клиентам. Наши сотрудники не взаимодействуют друг с другом. Они не хотят помогать друг другу. Дальше это выливается на рабочие процессы. Наши сотрудники плохо взаимодействуют друг с другом. В итоге получается так, что когда клиент звонит по BITREX24, а попадает в технический отдел поддержки, сотрудники техподдержки не хотят переключать звонки, не делают этого. В общем, огромное количество косяков, которые накопились за многие годы в компании. Мой новый руководитель отдела продаж, проработав уже год к тому моменту, он их не принял, естественным образом, как это обычно происходит с любым новым сотрудником, а начал на эти проблемы обращать внимание, мое как директора. Каждый день мне выносил голову, буквально так я бы сказал, и я к этому сейчас понимаю, что это очень круто, потому что вот эта нетолерантность к ошибкам сотрудников, в том числе и к ошибкам моим директорским, она на самом деле, я потом читал много на эту тему, она довольно сильно распространена в крупных лидерских компаниях мировых, и вот, например, в компании Google была такая женщина на позиции топ-менеджера, Ким Скотт, она потом на эту тему делала несколько выступлений о том, что в компании Google превалирует такая концепция крайне откровенной прямоты при общении с сотрудниками. То есть если сотрудник в рамках сложившейся культуры в компании и в рамках сложившихся процессов при этом каждый день совершает ошибки, то задача руководителя каждый день общаться с таким сотрудником, указывать ему на эти ошибки, делать, естественно, это в корректной форме, но тем не менее делать, и в итоге каждый день я слышал от моего руководителя отдела продаж такие слова, что мы неправильно отвечаем на звонки, или у нас неправильно происходит вот такой-то процесс, или сотруднику, я часто слышал разговоры с сотрудниками, когда руководитель отдела продаж говорил, какая причина у тебя была не позвонить клиенту вовремя, ведь дело в ЦРМке назначено, почему ты не перезвонил, ну это просто как пример, да. И понятно, что вот эта вся история, она не носила какой-то системный характер на протяжении этих двух с половиной лет, и она сейчас продолжается, кстати. Я не могу сказать, что она носит системный характер, но за это время культура в нашей компании довольно сильно изменилась. и результат вот этих всех, ну, конечно же, это не только результат того, о чем я вам рассказываю, да, но без этого мы не смогли бы выйти из нашего внутреннего кризиса. В итоге я могу однозначно сказать, что когда в компании появился человек один, а у нас в Санкт-Петербургском офисе 25 сотрудников, это получается ровно те самые 4%, про которые сказал Насим Талеб, когда у нас появился один человек, мотивированный, активный, волевой и нетолерантный по отношению к тому, что уже произошло в компании за долгие годы до него, да, его усилиями мы смогли развить очень серьезно новое направление по продажам Битрикс24. У нас колоссальным образом изменились процессы, мы стали значительно быстрее и лучше обслуживать увеличивающийся поток клиентов, и наши сотрудники вольно или невольно, хотя или нехотя, начали принимать все те изменения, которые так или иначе в их голову попадали, как от руководителя отдела продаж, так и от меня. Могу сказать, что в какой-то момент я для себя, например, понял, что мне даже уже становится проще согласиться с моим руководителем отдела продаж, когда он мне что-то говорит, что у нас что-то неправильно, хотя я вроде как сам так и не считаю, да, но в какой-то момент я понял, что мне даже проще согласиться с ним, чем сопротивляться, потому что результат я просто видел каждый день, каждый месяц, меняющийся результат в виде выручки, в виде прибыли компании, и в итоге я хочу сказать, что вот Насим Талеб в своей этой статье про диктатуру меньшинства, он ее заканчивает там такими словами о том, что достаточно небольшой группы людей для того, чтобы изменить общество и так далее, компанию, и я хочу сказать, что это действительно, сегодня я считаю, что это действительно так, даже одного человека достаточно для того, чтобы изменить компанию, и этот человек не обязательно должен быть бизнес-консультант. Представьте себе ситуацию, что в вашу компанию приходит сотрудник, он занимается у вас продажами или производством, и при этом он каждый день помогает вам выявлять ошибки, как бизнес-консультант, которого бы вы наняли для этих изменений, для внедрения изменений в компанию. А вы мало того, что ему платите зарплату просто за его основную деятельность, так он еще вам и деньги в компанию приносит. Безусловно, это, если следовать словам того же Насима Талеба, это черный лебедь. Это событие, которое могло и не случиться в моей компании. Но, исходя из той истории, которую я сам у себя в голове проанализировал, я хочу сказать, что если у вас есть желание в своей компании что-то изменить, если есть такая потребность и необходимость, найдите возможность пригласить к себе в компанию человека, который не будет с вами соглашаться ни в чем, который не будет впитывать уже сложившуюся культуру корпоративную, какую-то, как она сложилась, который не будет принимать процессы такими, какие они есть, а будет с вами спорить каждый день, будет доказывать, что можно что-то изменить, улучшить, исправить, и эта ситуация радикальным образом может изменить ваш бизнес. Спасибо.